То, что мы вчера отсняли, это так себе было, только начало. Вот, сегодня проснулись во дворе ходить. Невозможно, Рослав расчищает ведром, потому что лопатой очень медленно. И снег все еще продолжает идти, есть метель. Вот, и мы скидываем все на ту зону, где трава, потому что если он начнет таять, так оно, получается, может же даже в дом вот этот гаражик залиться. И вообще, как я уже говорила, все заблокированы по домам, никто не может выехать ни в магазины, но я думала о другом, если тебе надо в больницу. Здесь, в принципе, скорая по не очень таким серьезным вопросам не приезжает. Вот, и я всегда думаю, как же люди добираются, если вот у них что-то случается. Это вообще хороший вопрос. Вот наша деревня, здесь построены такие дома. Они все почти что одинаковые, какие-то двухкомнатные, какие-то трехкомнатные. Это муниципальная деревня, то есть там было построено, здесь ничего не было там до 60-х, 50-х годов. И потом из главного города решили там выселить всяких наркоманов подальше. Дальше, и вот построили... И вот мы здесь. Да, и вот построили такую деревню. И она идет как островок, вокруг нее кольцевая дорога небольшая. Люди разные живут. Но есть, конечно, несколько улиц там вообще не алё, как бы такие. И мусор бросают где-нибудь по опыте. Ну, что поделаешь. Так, в принципе, и в больших городах есть хорошая улица, есть не очень. Они причем могут быть еще в одном районе. Ну, есть, конечно, наверное, супер какие-то районы, где все просто посланники Божьи, замечательные люди. Но вот есть и такие места, где разные контингенты, короче, встречаются. Но у нас лично на нашем участке, как говорится, на нашей улице, на нашем закутке хороший контингент. Но есть только два дома. Одни вечеринки устраивают, другие вообще просто странные. Так, в целом, нормально. Дело в том, что те, кто сидят на пособиях, они вообще не выходят на улицу. Они как бы... У них особо никаких интересов нет, поэтому они сидят там, что-то дома, наверное, бухают. Ну, как-то... Ну, они... В общем, не... Как бы не собираются, как кухники, например, да, вот во дворах и думают, кому прислать. Ну, вот сидят по домам. Вот. До Кардива отсюда ехать. По трассе минут сорок. По другой дороге минут тридцать. Ну, до границы Кардива, все равно, куда надо. Если надо вообще на другой конец Кардива, понятно, что дольше ехать, потому что через весь город. Но это уже не считается. То есть можно за двадцать минут до столицы доехать, что я считаю, очень приемлемо. Вот там гора, там ферма есть. Вот здесь тоже такие же дома карпуна. Там, не знаю, может, и не видно. Есть табличка «Продался дом недавно за 70 тысяч двухкомнатный». То есть, более-менее нормальные цены. Вот здесь прям в селе есть большая школа. Для начальной, для четырехтых стилей. Вот не знаю, какой уровень образования. Ну, нормальный. И, по крайней мере, никто не, говорится, не издевается над детьми, не заставляет лишнее учить только, чтобы мучиться, и потом все забыть. Вот, а буквально метров 200 ниже границы села, здесь уже начинается какое-то другое село. Я не знаю, как оно называется. Потому что следующее идет Тротомас, потом Бедвас. А это оно слишком... Может, это начало Тротомаса, но вряд ли. Это какая-то типа частная застройка. Здесь дома совершенно другого плана, они побольше. И сады у них побольше, но как бы более дорогие. Я думаю, что здесь уже где-то 150-170 тысяч может дом стоить. То есть, буквально 100 метров, и цена дома возрастает в два раза. Тут вот такая интересная развилка. Тут, видимо, не видимо, здесь была шахта раньше. А здесь, скорее всего, проходила железная дорога, и до сих пор остались вот такие интересные указатели. А еще есть вот такие вот штуки, чтобы ты не мог быстро на велосипеде проехать. Здесь просто 4 велодорожки сталкиваются, чтобы не врезались, и приходится спешиваться. Ну, может быть, кто-то суперкрутой может как-то боком встать на сиденье, и так, может, проехать, но лично я не могу. Вот тут мы гуляем иногда. Это национальная, есть такой National Cycle Route. Это национальный велосипедный маршрут. И вот здесь можно на велосипеде доехать до Ньюпорта. А в другую сторону, докуда он там, до Кирфили, я не знаю. И потом в итоге выехать в Крадив, ну, если можешь в гору большую заехать. Я лично не могу. Так, и вот здесь можно гулять, здесь типа парки начинаются. Я не могу сказать, что эти дома 150 тысяч стоят. Мне кажется, 120. Да, 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 да. Ну, вот зайди, посмотри, сколько они стоят. Ну, может, 120, но 120 и 57 все равно разница в два раза. Мы за 57 взяли. Ну, не 150. Ну, требовалось очень разницы, потому что 60, тут 120, в два раза. Да. Это в два раза дольше или в два раза больше. Плачет уже, кто как желает. Не, ну, эти нет. А там, если с той стороны... Ну, и вот про эти. Они просто чуть-чуть более, чем потны. Эти чуть-чуть более. А вот с другой стороны нашего села, о, там вот такая застройка начинается. Что там реально элитные прям вот частные особняки. Тоже, казалось бы, 200 метров от такого социального села. И там уже просто такие, как дорогущие... Там реально дорогие, такие современные, как американские, с большими стеклами, огромными на всю стену. А здесь неподалеку, вот мы прошлись минут, наверное, 10-15 по снегу. Ну, что, идем медленно. Вот такая красивая скала есть. Иногда мы приходим смотреть. Так впечатляюще. Тоже, вот, живем, вправе, далеко от дома. И такие вот природные красоты. И сооружение природы. И сейчас она особенно прикольная. Сосульки. Я даже не знала, что по ней... А, это, наверное, снег таял, да? И образовались сосульки. Она же вообще-то довольно-таки сухая обычно. Очень красиво. Но эха нет. Вот, уже потихоньку заканчиваем обзор, потому что техника намокает под снегом. Мы сделаем показ села такой. Мне кажется, правильно сделать все-таки в более солнечный денек. И когда хорошая погода. Что можно было между улиц там пройти, что-нибудь, что-нибудь, не знаю, там поснимать. Ну, я говорю, что, в принципе, все дома одинаковые. Прям это не такое место, где там какая-то центральная площадь, какие-то церкви, там можно одно-другое снять. Довольно-таки новое. Старых архитектурных памятников нет. Вот. А, и вот я хотела еще что добавить. Сейчас многие, ну вот, есть группа русскоязычная там в Британии. Я так читаю иногда новости. Там бывают, мне делают подборки. Чтобы самой, говорится, не читать эти английские газеты, Гуардианы, искать там, что-то у нас касается. Так они сами находят, переводят, тебе все готовенькое. И вот там сидят эти фарумчане, можно так сказать, фейсбуковцы. Пишут, что ой, слабаки, тут выпало 5 сантиметров снега, у них уже все там, эти англики уже там обосрались, не знаю что. Ну, во-первых, почему ты ненавидишь людей в страну, в которых ты приехала, это один вопрос, но дело не в этом. А я вот думаю, а что плохого? Вот выпал снег, у людей нет зимней резины, у всех эти машины переднеприводные, они вообще не тянут в горку на снегу. То есть все закрыли, то есть сказали, что для безопасности не надо детей в школу возить, не рискуйте. А что, вот, то есть нормально, когда куча снега, давайте все в маршрутке, в троллейбусы, давитесь, и транспорт или ходите, стойте по 3 часа в пробках, но чтобы ты приехал на свою работу, понимаешь, ты должен там. То есть почему плохо, что тут думают о безопасности, а наоборот думаю, что это хорошо. А мне вот все нравится, мы приехали, я считаю, что если у них такой уклад, если страна считает, что когда снег лучше не рисковать здоровьем своих граждан, то, по-моему, это хорошо. Как бы, тем более здесь, правда, снег выпадает там 3 дня за зиму бывает, и вот 2 дня весной. Еще я вот заметила, есть тут такая взаимопомощь, то есть я сижу еще в группе про Кардив, там все местные сидят, и вот люди, у которых машина 4х4, там всякие эти джипы, да, как говорится, они говорят, я могу привезти врачей, например, в больницу на работу, да, то есть бесплатно он отвозит вот с этого региона, где мы живем, привозит в Кардив, например, в главную больницу всяких хирургов, там, медсестер, кому надо, говорит, я вас подвезу, типа, то есть бесплатно оказывается помощь. И даже вот можно написать, я там застрял, если кто-то может подъехать на такой машине, вытащить, то есть реально, как бы, ощущается какой-то дух, и злости вот этой нет, как бы, ну, снег, снег, люди друг другу помогают, вот мне это очень нравится. Так что мы вышли прогуляться, насладиться зимним деньком таким настоящим, а здесь местные, говорю, они не выходят, но я могу понять, у них, скорее всего, даже нет зимней одежды, варежек, таких как-то, ну, никто не подготовлен, даже у меня сапоги не зимние, как бы так, только на них попадает снег, уже что-то начинаешь ощущать ногой, то у меня две пары теплых носков. Вот, спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.